Здравствуйте, с вами Александр. И сегодня я хочу рассказать вам об очень интересной, на мой взгляд, коляске от компании Cybox. Это трость у коляски у компании Cybox. И, на мой взгляд, это очень интересная трость, потому что большая редкость, когда у колясок тростей бывает хорошая амортизация и такое качество изготовления. Так что будет интересно, давайте изучим ее более детально. Собственно, вот коляска Cybox Calista. Вот так она выглядит. Вы можете пока посмотреть. Я скажу сначала о ее технических характеристиках. Она предназначена для детей с рождения до 4 лет. И максимальный вес ребенка не должен превышать 17 кг. И, кому интересно, сама коляска тоже не тяжелая. Она весит всего 8 кг. Теперь перейдем к обзору. Будем рассматривать ее сверху вниз. Хочу подчеркнуть, что у колясок тростей обычно ручка бывает всегда раздельно. Такие рожки можно их назвать. Здесь ручка цельная. Поэтому эту коляску любители тростей любят больше. Потому что у нее удобнее хват, чем у раздельных ручек. Ручка, так соответственно, обитая здесь мягким прорезиненным материалом. Хват тоже очень приятный. Я думаю, будете довольны. Что касается козырька. Козырек здесь тоже очень хороший, на мой взгляд. Он достаточно большой. Сейчас это его обычное состояние у козырька. Но его можно увеличить. Открываем заклепочки. Все. Вот так он в самом максимально большом состоянии. И закрывает ребенка практически полностью с ножками. Также это все можно вернуть обратно. Здесь на кнопках фиксируется козырек. На трех кнопках. Я вам это покажу. Вот. Это его обычное рабочее состояние. Что касается продолжения козырька сзади. Здесь на спинке есть достаточно неплохой и большой глубокий кармашек. В который вы можете положить всякую мелочь. Не нужно брать с собой сумку отдельную для мамы. Сюда, в принципе, достаточно много, что поместится. Также в козырьке, вот можете обратить внимание, для хорошего обзора ребенка здесь есть окошко с пленкой, через который ребенок может хорошо все видеть. Что касается сидений в этой коляске. Сиденье здесь, в принципе, достаточно большое. Здесь высокая спинка, длинное сиденье и регулируемая подножка. Подножка регулируется в широком диапазоне. В принципе, можно опустить ее полностью. И привести ее в такое ровное положение тоже очень просто. Высота самой спинки регулируется здесь немножко не как в большинстве колясок. Обычно это бывают тросики. Здесь кнопочка тянем, рычажочек, точнее говоря, тянем и опускаем ее вниз. Вот это пространство будет вам полезно убрать эту накидку летом, чтобы ребенок спит и хорошо продувало ветерочком. Если не нужно, можно это все так же спокойно накрыть этой накидочкой. Она на липучках снизу крепится и тем самым вы закрываете полностью. Здесь вот это выглядит таким образом. Сзади вот таким. Что касается того, что как спинка саморегулируется вверх, не нужно нажимать кнопку, просто поднимаем. Все. Так это все выглядит. И что еще мне понравилось в самом сидении. Спинка не сильно завалена назад и достаточно высоко она поднимается. Ребенку будет удобно сидеть, когда он бодрствует. И сама ткань в коляске используется очень приятная. И в подголовник, где у ребенка голова, здесь идет вот такая специальная подушечка. Будет тоже очень удобно. А что касается безопасности, здесь используется классическая система с пятиточечными ремнями, с мягкими накладками на плечевую зону ребенка. Но что мне не нравится, нет мягкой накладки на паховую зону ребенка. Почему-то некоторые производители не одевают туда накладки. Также для безопасности здесь есть бампер, который тоже отстегивается без проблем. Сейчас я вам покажу. Вот так отстегнули. Можно отодвинуть, посадить ребенка и пристегнуть обратно. Бампер тоже обит мягким материалом. Материал легко отстегивается на замочке, чтобы это все постирать. Также в самом шасси тоже есть подножка. Что касается самой рамы. Рама здесь классическая, как и на всех тростях. Визуально они все очень похожи. Что касается качества. Качество Cybox это, можно назвать это старшей моделью у Cybox тростей. И она сделана хорошо. Мне лично очень понравилось. Сделана очень добротно, подогнано все хорошо. Ничего не люфтит, не скрипит. Здесь таких вот косяков, как говорится, не замечено. Багажник тоже в этой коляске есть. В принципе, он не совсем-то и маленький. Он достаточно большой. Единственное, что он не глубокий. И к нему, в принципе, не очень удобный доступ. Ну, хотя, в принципе, нормально. Бывало и хуже. Что касается особенностей в этом шасси. В колясках большая редкость, чтобы была амортизация. Здесь есть амортизация на всех четырех колесах. И причем с очень большим ходом. Вот обратите внимание. Спереди то же самое. Сзади. Очень большой ход подвески. На тростях это редкость. Поэтому большинство тростей, они немножко такие погремучие. Здесь такой проблемы нет. У него очень хорошая плавность хода. Колеса не двойные. Достаточно большого диаметра. Вот. Что касается тормоза. Тормоз здесь вот на правой стороне. Педалька. Нажимаем. Блокируется. И не нужно ковырять обратной стороной обуви, чтобы разблокировать. Просто сверху нажимаем. Она разблокируется. Едем дальше. Что касается блокировки передних колес. Здесь вообще, на мой взгляд, самая грамотная стима. Используется никаких рычажочков. Ничего. Сверху нажали. До щелчка. Все. Колеса заблокировались. Едем. Преодолеваем неровность. Проехали. Просто сверху нажали. Они разблокируются. И едете дальше. Что касается того, как она складывается. Для того, чтобы сложить, здесь сверху нужно нажать кнопку на ручке, чтобы разомкнуть ручку прямую. После чего распорочку расслабляем. И, как и все трости, опускаем вперед. До щелчка. Щелчок был, значит, она зафиксировалась. С правой стороны у коляски есть фиксатор, который не дает ей разложиться. И так это все выглядит в сложном виде. На мой взгляд, очень даже нормально. Можно с собой вот как раз эту часть ручки брать и катить, как чемодан. Очень удобно. И ставить ее можно вот таким образом на пол. Раскладывается тоже все это дело несложно. Расслабляем фиксатор. И она сама практически опускается вниз. После чего нам нужно просто дожать педальку. Она разблокирует, даже маят, точнее говоря, всю конструкцию. И она выпрямляется в рабочее состояние. Что касается комплектации. Сюда входит, в принципе, вся сама коляска. И еще оригинальный дождевик фирменный. Который очень плотно и хорошо садится. Вот. И, в принципе, все, что хотел рассказать, я вам про нее рассказал. И скажу немножко свое мнение. Подытожу, так сказать. Я небольшой любитель тростей. Но совсем немного тростей, которые мне, в принципе, очень даже нравятся. Это одна из них. Подчеркну тот момент, что есть амортизация. На мой взгляд, коляска без амортизации, это уже не совсем топ. Потому что поверхность у нас оставляет желать лучшего на улицах. И хотелось бы, чтобы ребенка не трясло. Мне понравился такой большой козырек. Козырек дело такое, полезное. Мне понравилась ткань. То, что у спинка, у коляски тоже жесткая. Она не прогибается. Ничего, что есть подножки. Подушечка для головы ребенка. Да и, в принципе, само качество коляски мне очень понравилось. Поэтому, если ищете себе трость хорошую, с хорошей, подчеркну, хорошей амортизацией, то очень бы рекомендовал на нее обратить внимание. Вот. Ну, а выбор, собственно, как обычно, за вами. И, в заключение, хочу поблагодарить магазин «Первая коляска» за то, что предоставили нам для обзора «Сайбекс Калиста». Если вам понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. И ждите новых обзоров. И удачи вам. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok